Бывает. Хандра навалится. Вроде и причины нет. И солнце на месте, и хлеб есть. А благодать неизменная, благодатно благодатствует. А вот поди ж ты, тоска возникла неоткуда и гложет душу. Так было у царя языки. Исайя рассказывает об этом. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне. Спаси меня. Так было даже у Иисуса Господа нашего. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И мысль возникла. А ведь такую тоску переживает каждый. И случается, тоска, как топь уныня, захватывает, заглатывает и опостушает душу, и затыкает уши, и закрывает глаза. Одиночество. Кругом страх. И опасность. И нет никого. Совсем один. Как Илья было дело. Пророк великий, но истощил силы и впал в депрессию. Он сказал, возревновал я, Господи Боги, Саваофи, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Слышь, брат, не один ты остался. Господь с тобой. Всегда, как и обещал. Даже перед лицом смертельной опасности. Даже если ты один, а тебя давит вся атеистическая рать, как было в Гефсиманском саду с Иисусом, явился же ему ангел с небес и укреплял его. Я помолчал, поговорил с великим пророком Исаии, силен, брат, и царей увещевал. Его вера и верность укрепила меня, светлее стало. А потом к Илье заглянул, аж слеза навернулась. Такая победа, такая сила, и как же верен Господь, как же близок Он. Я аж почувствовал жар в груди, Господу Иисусу вернулся, вот сила, через предательство прошел. Через клевету суда подлого прошел, бичевание перенес. Это ведь казнь, брат ты мой, живое тело в клочья рвать. И крест, распятие, плевки и смех, и отречение друзей. Один, совсем один. И последний вдох, и последний выдох. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, Отче, в руки твои предают дух мой. Исия сказал, испустил дух. Ушла тоска, исчезла, возник огонь в груди, радость пришла, даже восторг. Ведь умирающий на кресте Иисус своей молитвой просто показал, что даже самое страшное издевательство, самое гнусное зло, насилие, убийство ничего не могут сделать с душой верного Сына Божьего. И открылось небо, и лик Отца Небесного возник, и добрые руки Господа прикоснулись к душе. И как Фома, я, пав на колени, воскликнул, Господь мой и Бог мой. И исчезла тоска, и рассеялся мрак, и высиял свет, и возликовала душа. И я запел, не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь. О, поверь, жизнь настанет другая, любит нас сам Господь, не забудь. Слышишь, брат, если ты переживаешь подлые версты жизни, не предавайся унынию, подними глаза к небу, увидишь Господа, с Ним победишь.